Мониторинг цен вышел за пределы чиновничьих кабинетов. В среду руководитель комплекса экономического развития Ивановской области Светлана Давлетова лично проверила несколько магазинов. В первую очередь проверка затронула соблюдение торговыми сетями договоренности о размещении социальных стоперов на полках с товарами местных производителей. Первая на очереди региональная торговая сеть. Вот эти информационные таблички – крупные, хорошо читаемые, привлекающие внимание покупателей. Мы работаем со всеми ивановскими производителями. В основном у нас представлены молоко и молочные продукции. Основной поставщик – это молокозавод Лежнева, Фурманов. Хлеб и хлебобулочные изделия – это Пека, Риат, Вичуга, Кинешва. Это занимает самый большой объем продаж у нас. Яйцо у нас ивановское. Мы ее выделили, дополнительные места расширили. Ее видно, она не затеялась у нас на полках. Здесь же наглядный пример воплощения в жизнь инициативы о заморозке на два месяца цен на социально значимые продукты. Каждый магазин сам определяет перечень этих продовольственных товаров из списка, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации. Такими цены на хлеб, макароны, масло и многие другие продукты должны остаться до 15 апреля текущего года. В целом, первой торговой точке можно поставить хорошую оценку. В магазине федеральной сети все по-другому. Стоперы есть, но уж очень маленькие и невзрачные, теряются на фоне ярких рекламных вывесок. Соответственно, и покупатели ивановской продукции на полках не замечают. Очень важно ваше мнение услышать, поскольку действительно не очень видно. Нет, не очень видно. Я бы сказала, что надо все-таки так рекламу сделать, чтобы обращать на нее внимание, и тогда, наверное, продукция будет уже более... Хорошо, спасибо, удача к вам покупок. Замороженных цен в магазине не обнаружилось, только акционные товары. Такое исполнение соглашения для галочки ревизорам не понравилось. Мы сейчас только что с вами были в торговой лиге. Там, в общем-то, выдерживается стоппер в том формате, который мы утверждали. И, конечно, он виден, он бросается в глаза. К сожалению, вот мы, может быть, не совсем удобное время выбрали для того, что сейчас пока покупателей в магазинах не так много. Хотелось бы в торговой лиге вот у покупателей спросить, обращают они на это внимание, видят они вообще, что представлен ивановский производитель. К сожалению, вот здесь в торговой лиге, то есть здесь как раз в сети вот уже у покупателей спросили. Да, обращают внимание, но некоторые продукции остаются все-таки относительно дорогой. Я думаю, что мы с руководством этот вопрос обсудим уже на ближайшем нашем совещании. А пока проверку крупные федеральные сети не прошли. Но время исправить ситуацию у руководства магазинов еще есть. Как заверила Светлана Давлетова, такие проверки станут регулярными. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.